Добрый день, меня зовут Ольга Придухина, я врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, являюсь автором книги «Как быстро забеременеть». И сегодняшнее видео я хочу посвятить 13 причинам, почему болит живот у будущих мам. В этом видео мы подробно разберемся, какие боли считаются пределами нормы для беременных, а когда нужно вызывать скорую помощь и госпитализироваться в стационар. Не надо забывать про то, что матка это такой орган, который растягивается во время беременности и соответственно может давить на близлежащие органы. Это конечно очень важно, может давить и на мочевой пузырь, и на кишечник, и на прямую кишку, и на яичники. И конечно, когда появляется у беременной какая-то боль, это очень важный признак, что нужно экстренно обратиться к гинекологу. Потому что только гинеколог сможет разобраться, с чем связан данный приступ боли. И считается это нормой или патологией. Но в этом видео мы разберем, какие вообще бывают причины и что нужно делать. Первая причина, почему может болеть живот, это натяжение связок. Приблизительно с 12 по 24 неделю, когда матка активно растет, и уже во втором, конечно, и в третьем триместре происходит натяжение связок. И происходят такие незначительные тянущие боли, особенно которые чувствуются при ходьбе, беге и когда вы меняете положение. То есть обычно про такую боль говорят, она меня заставила остановиться, то есть сесть, согнуться, принять какое-то вынужденное положение. Но после того, как вы сели, эта боль прекратилась. Поэтому здесь, конечно, нужно это отслеживать, безусловно, об этом сообщить вашему гинекологу. И если это связано действительно с натяжением связок, то постараться максимально не менять как-то резко положение. И если, конечно, боль приносит вам дискомфорт, то гинеколог подберет вам препараты, которые необходимо принимать. Но обычно это все решается без каких-либо препаратов, которые также могут нанести какой-то вред протекающей беременности. Вторая причина, это спаечный процесс. Если вы смотрели мои видео, вы наверняка уже помните, что такое спайки. Это такие соединительно-тканные сращения, которые появляются после каких-либо воспалений. И являются такими мостиками, которые связывают либо один орган друг с другом стеночки, либо соседние органы. Соответственно, когда матка растет, это все может либо сильно происходить давление, либо растяжение, либо неправильное нахождение органов в полости малого таза. И, соответственно, вот здесь могут появляться боли. Опять же, они незначительные, не имеют какую-то периодичность, появляются и практически сразу же проходят. То есть об этом, конечно, также нужно сообщать вашему доктору. Третья причина, перенапряжение мышц. Мышцы, конечно, очень страдают во время беременности, так как на них оказывается особая нагрузка. Особенно будет болеть область спины, позвоночника, поясницы. Так как увеличивается тяжесть, сменяется центр тяжести и, конечно, боли в спине. Особенно если проблемы, связанные со спиной, это остеохондрозы, различные сколиозы были до беременности. То и во время самой беременности, конечно, такие жалобы будут беспокоить. Поэтому здесь нужно максимально дифференцировать данную боль, ну и постараться носить бандажи. Может быть делать какую-то легкую зарядку. Возможно, различные массажи для беременных. Но, конечно, нужно предотвратить вашего доктора, который делает массаж о том, что вы беременны, чтобы не нанести какой-либо вред. Беременности. Причина 4. Расхождение лонного сочленения. И, конечно, во время беременности, когда растет сам ребенок, растягивается матка, то, конечно, и будет расхождение костей. Да, и мы вот здесь говорим про лонное сочленение, которое чем ближе к родам, тем может быть данное расхождение беспокоить и серьезные боли быть. Поэтому здесь это более усиливается у нас во время ходьбы, когда поднимаете, меняете местоположение, поднимаете ногу. И описывается, как такая вот утиная походка. И что женщине действительно доставляет серьезный дискомфорт. Поэтому во время беременности не забывайте, что обязательно нужно принимать кальций, которые нам необходимы. То есть мы недавно с вами в предыдущем видео говорили про 30-29 недель беременности. Про то, что женщине просто необходим кальций, что ребенок в огромных количествах поглощает кальций из организма. В том числе и наносятся вот такие вот осложнения. И здесь, конечно, уже в роддоме принимается решение совместно с ортопедами, совместно с травматологами о том, насколько это действительно расхождение костей лонного сочленения, тяжесть. И уже принимается решение о тактике родоразрешения. Пятая причина – внематочная беременность. Здесь боли уже будут у нас другие, то есть они будут более локализованы либо в правой, либо в левой подвздошной области. Беременность может быть и трубная, и яичниковая, и шеечная, и брюшная. То есть различные виды прикрепления плодного яйца, кроме полости матки. Вот здесь возникают сильные острые боли, которые обычно сопровождаются еще с кровенистыми выделениями. Они такие мажущие обычно, и боли достаточно острые, серьезные, спонтанные. Если такие боли вы у себя почувствуете, то это огромный симптом, что нужно экстренно госпитализироваться в гинекологическое отделение и уже дифференцировать, с чем эта боль связана. Шестая причина – это острый аппендицит. Конечно, очень часто во время, к сожалению, во время беременности происходит обострение аппендикса. И мы как раз и дифференцируем с внематочной беременностью данную патологию и должны обязательно исключить. Здесь боли будут острые, признаки острого живота, то есть все перитениальные симптомы будут, подъем температуры, рвота, но не будет. Вот здесь как раз кровенистых выделений при остром аппендиците. Затем кисты. Седьмая причина, почему может болеть живот – это кисты яичников. Приступы обычно бывают при разрыве или перекрутах. Боли серьезные, острые, усиливающиеся во время перемены местоположения тела. И здесь как раз мы тоже должны разобраться, с чем эта боль связана. Либо это внематочная беременность, либо острый аппендицит. Все это дифференцировать мы можем только в стационаре. Восьмая причина – это угроза прерывания беременности. Очень серьезные жалобы будут. Тянущие боли, постоянные, возможно кровенистые выделения. Боли могут быть и складкообразные, и тянущие, и соответственно не прекращаться. То есть они вот постоянно беспокоят, могут даже усиливаться. Если вы у себя заметили такие симптомы, конечно нужно обратиться в экстренно-кинекологический стационар или акушерский. Девятая причина – повышенный тонус матки. После 20 недель матка начинает потихонечку тонизироваться. Матка – мышечный орган, поэтому для нее нормально, что она постоянно бывает в тонус входит и спадает. И поэтому обычно женщины этого не чувствуют. Иногда более кого чувствительность повышена, чувствуют. Бывает доходит до 4-5 раз в день и длится 1-2 минуты. Здесь нам надо наблюдать, если ничем не способны, ни боли не усиливаются, ни постоянные кровенистых выделений нет, то мы обычно наблюдаем. За женщиной, чем ближе к родам, тем больше будут это ложные схватки, так называемый бренг с ахиксом и тренировочные схватки. Десятая причина – это преждевременная отслойка, нормально расположенные плаценты. Это серьезные кровенистые выделения, которые сопровождаются болью. Это огромный симптом, если вы только у себя его заметили, обратиться экстренно в акушерский кинекологический стационар. Одиннадцатая причина – это цистит, воспаление мочевого пузыря. Тянущая боль, чувство тяжести над лоном и, конечно, частые позывы к мочеиспусканию. То есть, боль связана с мочеиспусканием. Двенадцатая причина – вздутие живота и запоры. При гормонах беременности, увеличение гормонов, которые поддерживают беременность, замедляется перистальтикой. Такие жалобы тоже очень часто возникают и еще при неправильном питании у беременных. Тринадцатая причина – это грыжа. Грыжа также может быть и в паху, и в белой линии живота должна быть диагностирована, проконсультирована у хирургов для того, чтобы понять, с чем связана боль и нет ли какого экстренного надобности в экстренной коррекции. Я вам перечислила большое количество причин, но, как вы уже поняли, если вас беспокоят боли, и вы беременны, то обязательно нужно обращаться в стационар гинекологический, акушерско-гинекологический, для того, чтобы понять характер боли. При признаках острого живота, конечно, даже если вы не беременны, нужно обязательно обращаться в гинекологический стационар экстренно, для того, чтобы понять, в чем причина. Это и внематочная беременность, и кисты яичников, и острый аппендицит, и может быть беременность малого срока, как угроза. Поэтому очень много заболеваний с похожими симптомами. Только врач, только профессиональная клиника, профессиональный стационар может точно дифференцировать и разобраться в вашей проблеме. Обязательно, когда возникают такие боли, не нужно прикладывать ни грелку, ни холод к животу, не принимать обезболивающие препараты до того, как вы приедете в стационар, чтобы в стационаре доктора могли разобраться и решить, с чем связано данное заболевание. И также, конечно, нельзя есть и пить, на момент того, что если нужно, потребуется хирургическая операция, чтобы ее можно было экстренно выполнить. Поэтому давайте все-таки подведем с вами итог. Если у вас появились во время беременности боли, кровенистые выделения по отдельности или вместе, это признак обязательно госпитализироваться в стационар. Если вы не беременны, но у вас появились сильные боли, кровенистые выделения, поднялась температура, для вас это тоже признак обязательно госпитализироваться в стационар. А я вам всем желаю, чтобы вы были здоровы и обязательно не занимались самолечением, а обращались только к высококвалифицированным специалистам. Всем спасибо!